Субтитры создавал DimaTorzok 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 Бесплатно Даган 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 Субтитры создавал DimaTorzok Даган 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 Аман был как гад, белый гад, и его вкус был как печеное в меду, кецепихид битваш, скажем. Что это за объяснение? Говорит, дорогой, если я могу, как глида, белый гад, кемаргелит. Он был оголь к гиди, форма у него была круглая, но самый белый как перлс, как жемчужина. Другое объяснение, что он был похож на семена льна. Другое объяснение, что этот Аман своим вкусом притягивал, так как рассказы о гадахе, а Мидаршин притягивает человека, так и он своим вкусом притягивал человека. И четвертое объяснение, что могид для Эмри Исраэль, и бен тиша ле решон, и бен тиша ле ахарон. Ман помогал разобрать, например, у нас есть закон, что женщина, которая развелась, или, не дай бог, муж у нее скончался, 3 месяца она не имеет замуж выходить. Почему? Потому что ребенок, если родиться, мы не знаем, чей это ребенок, от первого мужа или от второго. Возможно, это муж от первого через 9 месяцев, или если она родилась 7-месячного, то это от второго. Поэтому, если эта женщина не подождала, то этот Ман объяснял, чей это ребенок, как объяснял, смотрели, куда выпал этот Ман, в какой семье. Если он выпал со второй семьей, сейчас она живет со вторым мужем, то значит, это был ребенок от второго мужа, и он был 7-месячный. Если выпадал рядом с первым мужем, то значит, это был от первого мужа ребенок 9-месячный. Кроме этого Гамара говорит, два человека пришли на суд, и они спорили. Этот говорил, это мой раб, а второй говорит, это мой раб. Мошер-бену говорил, давайте подождем до завтра. Чего будет завтра? Мы посмотрим, куда выпал этот Ман. Рядом с домом Ру-Вена, который говорит, что он мой, или рядом с домом Шимона, который говорит, это мой раб. То есть доля этого Мана выпадала там, в том доме, к какому он относился, к какому он принадлежал. Дальше говорит Гамара, в роман сказано 3 высказания, и написано интересно. написано когда ман спустился спускался сначала была роса потом ночью на него спускался второе веке амбелакту и вышел народ его собирал 3 шаттона ангелакту народ рассеялся и собирал говорит мара из этих высказываний мы видим что праведники получали ман как готовую лепешку готовый хлеб ничего не нужно было делать средний получали манка тесто еще нужно было его испечь а решаемо злодеи получали его еще как семена нужно было растолчить просеять и так далее дальше еще три высказывания и не не манте лаком легкими на шамай бог в год я вам спускаю хлеб с небес в асу ото угод и сделать его печеные в это хаму в реха и толчили его в жерновах говорит мара опять мы сказали я чуть-чуть забирал вперед это то что я вам сказал было к этому высказыванию второе а первыми сказали было что праведники получали ман прямо у своих дверей средний они выходили и собирали а решаем они рассеялись и собирали этот ман и праведниками создали получали готовую лепешку средний тесто а злодеи должны были еще работать над ним третье еще одно высказывание 33 высказывание прямо и не не манте лаком легкими на шамай дай вот я вам спускаю хлеб с небес это значит для они млеким для не ари млеким для молодых для молодых детей этот ман был как хлеб да я там окетом лишь адашами и вкус его был что-то опущенное в жир в масло для стариков он был как что-то приятное и жирное они любят хорошо жирно покушать это мог и пески бит ваш так же мы сказали вкус его был как а пряник медовый пряник скажем это было для детей лети на год 2 до 10 это был как мед то есть как молоко их матери даже мара теперь мара приходит про слав что это был слав это перепела который евреи получили в пустыне для ответальщик вата таль бейне и альпне и амид бар дак миху спас чем мы закон не закончили про ман говорит мара так что падала роса и на нем был так что-то тонкое миху спас вреда талла махана и лайла и рада маналов и когда роса падала на лагерь ман падал на него говорит амар биосе бирби ханина таль мималам и таль мимата бедуме кемаши мунаг бекуса сказал рабиосе кто выходит что-то что ман был покрыт снизу росой чтобы не испачкался потом падал ман и сверху было раз а поэтому у нас обычно сегодня что на шаббат мы халу покрываем снизу и сверху в память о том как был ман и говорит рабиосе что он был как что-то в коробке амига для чего что-то в коробке человек который хочет чтобы у него было благословение не нужно выпечь выпячивается человек хочет построить дом сделал его красивый внутри не снаружи поэтому а давать саму имена нет называется то что скрыто от глаз на нем нету плохого глаза дальше говорит мара виталь шихвата таль вины альпне амид бар так миху спас говорит что это был заман выпадала роса на него павел миху спас решила киж давать и не мог альпи сатаят он был такой нежный то если держали в руке он уже таял в руке рабио хана давать и не было бы его рим в мотаем рабио хана говорит этот ман он впитывался во все двести сорок восемь органов человека потому что миху спас гематрия двести сорок восемь и даже как мара леком обе рима хариш посыл в тейлими говорит хлеб обе рим кушать человек что это за обе рим говорит ребят его леком шима хале мароке ашарет о климату хлеб который едят ангелы небесные то есть ангелы там не едят но мант был духовной пищи это то что пытались и питается питается ангелы духовным образом она а когда он спускался на землю он становился физически но это все равно продолжало быть духовная пища раби ишмаэль леком шиньевля биматай марбимуш муна и варим как мы сказали раби ишмаэль говорит что это был хлеб который впитывался полностью в человека и не было у них отходов все что было все что было они съедали а все мне все впитывалось даже можно говорить на самом деле то написано в торе посыл что у человека должна быть лопатка чтобы есть нужно было ему сходить в туалет он должен выходить за лагер если все впитывалось зачем ему нужно было копать ямку говорит мара что были вещи которые они покупали мне евреев яблоки и другие вещи в продукты я не знаю то что было не ман не впитывалось но другое все говорит мара что даже вот эти вещи которые не были маном когда они ели ман ман все вот эти продукты помогал усвоиться полностью до какого времени до того как они пожаловались на ман когда они пожаловались на ман вот это свойство ман потерял и больше все остальное кроме мана в целых человека не впитывалось даже граммара амара ахабири бареяков рово хасан яков сказал так баму шея века валем с ман суда мушар бену пришел евреям установил время для трапезы так они целый день кушали понемногу а он сказал утром хлеб вечером мясо даже граммара слаб хаббасар одену бенчинэм когда они пожаловались что у них нету мяса они были наказаны и второе написано два времени наказали одно хаббасар одену бенчинэм мясо еще между их зубов другое ухти отходящими целый месяц они ели мясо ну как они были наказаны сразу или через месяц мара бену ним ли альтар мету средний теперь праведники они не желали мясо им это не нужно было средний они как только укусили этот мякет этих перепелов они тут же были наказаны злодеи они целый месяц мучились но несмотря на то они его кушали так как они говорят человек понимаешь что ему что-то вредно тот кто курит тот кто есть неправильно и так далее но все равно он себе вредит и также здесь был слаб они поняли что это плохо но у них такое желание было кушать мясо они его ели и месяц они мучились перед всем как они умели и дальше говорит мара раби ханина говорит так слаб что это за второе написано слаб с буквой шин а мы читаем слаб с буквой саме садикими колоновато без шалва с буквой шин можно прочитать его шалав шалав праведники его ели в мире и в покое решаем ахуле мото в доме лаэм ки силу ки ки си ки силу им злодеи ели его как будто они ели колючки тот же самый слаб тех же самых перепелов и заканчивый маяк говорит агробиуда мишта кахле беде беда не рам пазда мишта кахле бе циви рассказать что наши мудрецы тоже получали это этих перелог с небес раф езда получал они были залетали ким если мы так сказать там где у него были дрова рабиуда находил их между бочками своей между своими бочками и рова тоже получал слаб заслугу своего равина раф езда который был также его цель него свекор отец его жены и вот есть но когда раф езда скончался то эти перепела прекратили поставлять раф из раф езда рова рова получал заслугу своего учителя и тесте раф езда скончался то раба перестал получать этих перепелов том на это мы закончили на сегодня баруха донали улам аминь ве аминь